помнишь зловещих мертвецов тем добра хокетеры сегодня хочу поговорить про пасхалки отсылочки которые сделали разработчики за quarry сразу оговорюсь что набралось их не очень много а многие из них довольно очевидны как напоминание про зловещих мертвецов в начале ролика но погнали расскажу обо всем что накопал вот и мы в жопе застряли в унылой глуши где никто не придет нам на помощь сможем ли мы остаться людьми или одичаем и начнем поедать мертвецов как в том фильме про авиакатастрофу здесь эмма имеет ввиду фильм выжить 1992 года про команду регбистов которые потерпели крушение в горах на самолете и долгое время питались телами погибших товарищей фильм кстати основан на реальных событиях несколько отсылок сделанные к другим играм супермассивов так а других идей что не было зомби это например касается предыдущей игры дом пепла про историю этих инопланетных вампиров делал отдельный ролик к этой же игре есть отсылка в одном из обучений вороны на черепе очень напоминают ворон из заставки хаосу фашис разговор между кэтлин и диланом отсылает нас к другой игре супермассивов антил дау здесь всегда было так уютно здесь правда да как в лыжном домике холод снег а ты не представлял что застрял на горнолыжном курорте из-за снежной бури канатка сломана согреться можно только обнявшись но еда кончается и есть только вы странная фантазия там действие как раз разворачивалась зимой на горнолыжном курорте где застряла компашка друзей когда дилан обследовал комнату криса хэккета в шкафчике я заметил коробку с акулой сначала обрадовался что нашел отсылку к фильму челюсти но это оказалось просто творческим подходом маркетологов которые решили так рекламировать обычную зубную пасту еще один момент я тоже не могу назвать прямой отсылкой но эпизод когда эби прячется в лесу от оборотня очень не напомнил ситуацию из властелина колец когда хоббиты точно также прятались от нас гула сравните сами еще одна отсылочка запрятана в другом разговоре кейтлин и дилана кейтлин упоминает лару крофт известную многим и по фильмам и по играм у нее ведь уже есть парень да но это же райан толку гадать они с этой лорой крофт умчались навстречу приключениям мы в пролете а если к этому времени у делом на нет руки то он сравнить себя с капитаном крюком из сказки про питера пена да придется привыкать брось тебе нужен крюк будешь как этот капитан крюк да в этом есть шарм заведу себе разные насадки так то ищи плюсы история улетная отпилили руку дилану пилой один в один как уэша из сериала с против зловещих мертвецов ты уверен а 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 мил а а Сук, сук, сук. Йоу, бабуля. Надеюсь, ты приняла витамин? А то сейчас будут танцульки. В комнате Бобби на стене можно найти плакат. Плакат анонсирует фильм «Природа дьявола» режиссера Марио Мартино. И тут я немного запутался. Фильма с таким названием ни в одной базе нет. Зато есть альбом группы Сины 1998 года «Природа дьявола», с оборотнем на обложке, кстати. А еще есть Марио Мартино, трансгендерный мужчина, один из первых авторов биографии трансмужчины. До перехода был монахиней. Тоже своего рода оборотень. Так что вам решать, к чему именно эта отсылка. Спасибо, Буч. Ну и напоследок Лора дает отсылку к культовому вестерну 1969 года. Буч Кэссиди и Санденски. Нож или револьвер, Буч. Работать стало труднее, надо лучше готовиться. Нож или револьвер. Не то и не другое. Я не буду стрелять, Карви. Как скажешь, Буч. Нет, нет. Мы, Скарви, должны обговорить правила. Какие правила? Нож есть нож. Никаких правил. Ну если без правил, надо начинать. Считайте до трех. Раз, два, три, начали. И все. Такая вот история. Можно было бы разобрать сам сюжет, который является переработкой многих известных фильмов ужасов и слэшеров. Можно было бы пройтись по актерам, сыгравшим главные роли в игре. Но это все-таки немного другая тема. И актеров я вынес в отдельный ролик. Он выйдет в ближайшее время. А по пасхалкам и отсылкам у меня все. Если нашли еще чего, милости прошу в комменты. Будет интересно узнать, что я пропустил за свои прохождения. Ну и всем добра, хакетеры!